Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! И сегодня я бы хотела поговорить с вами на такую тему, как школы и экзамены. Просто со стороны обычного человека, обычного школьника, который прошел все эти экзамены и в 9 классе, и в 11 классе, и прошел через весь этот ад. Я вам хочу рассказать всю правду. И у меня, к сожалению, хороших воспоминаний о школе очень мало, поэтому если они у вас есть, то цените их, берегите и сохраняйте эти моменты, потому что это большая редкость, я вам скажу. Я вообще не любила школу, хотя скорее именно свою. Я не любила учителей, отношения их к своим предметам, но были и исключения. Я безумно любила ИЗО, МХК, литературу. И знаете почему? Наверное, лишь потому, что по этим предметам были учителя, которые любили свое дело и знали свое дело. Возможно, если, к примеру, физику преподавал учитель, любящий свой предмет, любящий свою жизнь и свое дело, то, я думаю, у меня бы интерес к этому предмету проявлялся бы намного больше. Да всегда было понятно, какой учитель любит свою работу, а какой просто ненавидит. И это ужасно, ужасно, что такие люди пытаются учить нас в жизни. Я знала много таких учителей, и я никогда не прислушивалась к ним или к их советам. Они излучали негатив, а с негативом, ну, никакого стремления к учебе просто быть не может. Но знаете, ребят, не нужно думать о том, как вас не любят учителя или одноклассники в вашей школе. Вам осталось учиться совсем чуть-чуть, и кто знает, вы, возможно, с ними больше вообще никогда не встретитесь после ее окончания. Поэтому подумайте хорошенько, стоят ли все эти люди ваших нервных клеток, которые, кстати, не восстанавливаются. Школа – это тот этап, я считаю, который должен пройти каждый. Это, в первую очередь, школа жизни. Вы, возможно, не получите там тех знаний, которые вы будете применять в жизни, в будущем, но вы получите самое главное – это бесценный опыт. Я думаю, многие сейчас понимают, о чем я говорю. А что касается экзаменов, тут все очень просто. Вы либо отдаете себе отчет в том, что это нужно только вам, либо нет. Вы можете не посещать те предметы, которые портят вам настроение и вообще ничего не дают. Поверьте мне, я последние три года в школе очень много прогуливала. Я, бывало, не ходила на те предметы, которые считала ненужным для себя. То есть я могла спокойно посидеть дома, разобраться в этой теме сама, изучить какую-то тему сама, решать какие-то пробники, сама готовиться к экзаменам. И я с уверенностью скажу, что большая часть моей подготовки к экзаменам – это было самообучение. Знаете, говорят, что вот в школе вы там нужны всем, а в институте вы будете не нужны никому. Так вот, в школе вы тоже не нужны никому, ребят. И вам не будут давать никакой ни мотивации, ничего. Но вас будут только орать и пугать вас. И для меня это было намного приятнее, чем сидеть в классе, слушать этот материал от учителей, которые просто ненавидят свою работу, ненавидят свою жизнь и считают, что весь с классами просто чем-то обязан. В общем, да, от прогулов, конечно, будут проблемы, у меня они были. Но поверьте, эти проблемы все просто полнейшие пустяки, если только вы сами отдаете себе отчет в том, что не посещая какие-то занятия, вы сможете сдать все экзамены на такое количество баллов, которое нужно вам. Что касается сдачи экзамена в девятом классе, так я вообще считаю, что это не экзамен тогда же. Потому что все ответы практически всегда перед экзаменом есть в интернете. Вы можете перед самой сдачей экзамены просто зайти в интернет, найти все ответы, сделать шпоры и спокойно переписывать. Поэтому это совершенно не экзамен, тем более, что даже без всяких шпор, ребят, если вы знаете любую основу предметов, то вы сдадите этот экзамен. Серьезно, он очень легкий. Так что, ребят, те, кому предстоят эти экзамены в девятом классе, то, пожалуйста, не беспокойтесь и не переживайте, потому что серьезно. Вы это сдадите, вы сможете и вообще даже забудьте, лучше займитесь чем-нибудь другим. Экзамен после девятого класса это то, с чем вы справитесь точно. А вот с ЕГЭ после одиннадцатого класса будет посложнее, но ненамного. Тут, в принципе, тоже все зависит от вашей мотивации. Если вам необходимо поступить, к примеру, на бюджет, то вы должны осознавать, что вам придется готовиться немного больше и немного усерднее, чем остальным. Ну а если у вас цель просто сдать экзамены, закончить эту школу, что, собственно, была у меня, то вам не нужно прикладывать слишком много усилий. Я серьезно, я серьезно готовилась в начале года очень хорошо к этим экзаменам. И в какой-то момент я просто поняла, что моих знаний мне достаточно, чтобы набрать определенное количество баллов по ЕГЭ. Так зачем лишний раз переживать и рвать свою пятую точку? Ответов на ЕГЭ, конечно же, не было, и их никогда не будет. И надо слушать там каких-то людей, которые платят деньги, им скидывают ответы. Нет, такого нет. Да, ЕГЭ можно купить, серьезно, можно, но это стоит очень дорого, это стоит бешеных денег, и это нужно иметь очень хорошие связи, чтобы покупать результаты по ЕГЭ. А ответов нет, ответов нет никаких. Но сам экзамен, скажу честно, мне не показался сложным. Хотя, хотя я тот человек, который на отлично точно никогда не учился. Я сдавала основные, это русский, математика, профиль, базу. Профиль я завалила, но с математикой были всегда проблемы, так что, камон, ребят, все нормально. Самое главное, что я базу сдала, русский я сдала, и также я сдавала общество знаний, которое я тоже сдала неплохо. Что касается математики, так у меня с ней всегда были плохи дела. Я не уверена, что я вообще когда-то ее пойму, потому что, серьезно, я пыталась, я даже ходила к репетиторам. Я пыталась полюбить этот предмет, я пыталась понять этот предмет, но ни первое, ни второе у меня не вышло. Я его так и не поняла, я его так и не полюбила. И просто в конце концов я с этим смирилась и углублялась в другие предметы. Например, сочинения. Я их очень сильно любила и все еще люблю. И в школе я никогда не упускала возможности лишний раз написать сочинение и что-нибудь посочинять. В общем, даже в учебе я старалась делать лишь то, что люблю сама. И да, меня очень сложно заставить что-то сделать, мне нужно, чтобы я сама этого захотела, иначе просто никак. Так, ну давайте подытожим. Что касается экзаменов после девятого класса, я даже не буду разглагольствовать по поводу этих экзаменов, потому что вы их сдадите точно. А что касается ОЕГ, так к нему готовиться нужно, но не обязательно учиться все 11 лет на одни пятерки, чтобы сдать эти экзамены хорошо. Одного года, да даже полгода вам достаточно, чтобы хорошо изучить какой-то предмет, углубиться в него и сдать его на отлично. Самое главное, я думаю, это мотивация. Просто полюбите этот предмет, который вам нужно сдать хорошо, и тогда у вас все получится. Я вас верю. И всех целую, до скорых встреч! До новых встреч!